всем привет у нас собственно выживание в подземелье вторая часть давайте собственно исследуем начнем исследование заодно посмотрим что у нас у нас заколдованный лес собственно первую мы не прошли повтором пройти мы не сможем это так называемый основной сюжет наша задача просто сейчас идти вперед поэтому давайте пойдем вперед время боя сопротивление смерти цели затронут навык уклонения собственно эти по взаимодействиям шарлоттой вы можете сказать нам где сейчас находится пропавшие без вести солдаты эдмонд почему такая спешка эти приседам на земле в самый глубь леса они должны быть там вы найдете их если вам привезет софия говорит спасибо за помощь мистер лицарь я не хочу вмешиваться ваши дела просто у меня там есть кое-какие незаконченные дела но я должен предупредить тебя это запретная земля если там случится что-то страшное ты должна быть готова то есть эдмонд к нам присоединился интересно эдмонд а самое интересное что его здесь не прописали то что он к нам присоединился у нас собственно есть софи священник собственного с такими вот скиллами у нас он прокачан нас на так вот пока что стрелок рэми и снеж боюсь ее зовут да стрелок рэми у нас у нас вот такие вот навыки в доме туда под прокачены и рыцарь зовут шарлотта собственно который была речь с таким вот навыком прокачена двигаемся первый бой а это собственно растение давайте его соберем мира цвет собрали тут сразу же развилку нам дают обратить внимание сразу развилка давайте бой первый проведем посмотрим эдмонд сразу же занимает первую позицию у нас у нас получается нужно паука выбивать как можно быстрее настреляем паук лечиться и бьет по передним двум целям собственно у нас рыцарь может иммунитет к ставать на себя давайте посмотрим мы сможем ли мы смотреть да мы можем смотреть жука у него собственно 153 здоровья есть цель в первом ряду и собственно цель в первом ряду значит урон наносит урон и оглушает получает отражу это миньон это монстры зверь при взаимодействии у них взаимодействие к огню усиление урона от огня и с говорится неуязвимы по сути кровотоку смотрим дальше следующий противник отдай ползунок странный на самом деле статус деба вот дебафф и на самом деле очень полезно читать дебафф и они вам очень и очень много информации могут дать на нем висит пассивная регенерация на регент 20 процентов от здоровья то есть его нужно выбивать как можно быстрее желательно бить огнем если у вас есть огонь почему-то не щелкается жук дальше а вот собственно надо листать 2 собственно ядовитый плющ у него 118 хп у него иммунитет получается на яды правильно понимаем да на отравление уязвимость к духу но мы не бьем скорее хотя нет мы бьем духом у нас наша софия бьет духом поэтому софия в теории могла бы его убить на нем висит пассивный эффект кража жизни на цель сто процентов непонятно сколько он бьет носят 26 урон яда и собственно 111 урон яда связывает цель уменьшая уклонение цели собственно миньон второго уровня это животное и последний это жужа это же бить огнем ее надо кстати это получается зверь а это у нас мутант ядовитый плющ у нас является мутантом он и у него уязвимость к духу а у монстров у всех типов например она является зверем у нее уязвимость к огню и сопротивление кровотоку очень сильная она наносит 100 единиц урона и увеличивает скорость на сто процентов случайная цель последнего ряда то есть она жужа еще и бафает кого-то жужа самая тонкая из них из всех и она очень сильный дпс наносит пассивка у нее атаки наносит урон отравлением и при атаке цели под эффектом отравления восстанавливается 30 процентов оз то есть если она бьет дважды по кому-то то и она будет лечиться статуса у него никакого нету все понятно смотрим союзник нашего эндбанда у него 7000 хп за него можно вообще не переживать его не пробьют его бафать не стоит потому что она но 7000 это прямо откровенно много на него кину кинули отравление дебаф и всевозможные но у него очень большие статы на его скорее всего не пробьют непонятно почему у него 7000 хп но мы его не можем качать поэтому нам в принципе все равно у нашей собственно шарлот и есть навык союзник в первом ряду эдмонда защищать нет смысла эдман сам себя защитит поэтому наши дачи просто бить либо дать броню богов для того чтобы не пробили нас чтобы мы получили меньше урона даем броню богов а собственно шарлотта а точнее наша софия у него тоже по 1000 хп многим надежда у нее не 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 работает а собственно можно духовным уроном но опять же цель в первом ряду и либо союзник но союзника в первом ряду бесполезно кидать потому что у нас стоит эдман которого не пробьют как бы они не пытались просто бьем духовным уроном тогда как игру ранее эдмона не пробьют поэтому бесполезно бою переживать за эдмона эдман сам всех там покрошит собственно мы не можем добить растения никак можно накинуть собственно да но эдман слишком больно бьет поэтому с эдманным особо нам не страшно будет идти получили обычное зелье зелье используются для собственно лечение вне боя так я понял по крайней мере есть вторая броня она одевается на на второй уровень персонажи она обычная она подходит как для магов то для луков так и для воинов в общем она универсальная подойдет она для танка по идее но у танка есть броня уже значит она пойдет время наденем и время еще одно ответвление как вы видите давайте еще один бой проведем поэтому но очень сильный урон проходит стреляем по жужу у него очень мало здоровья как вы помните и теперь просто авто атака и и забиваем очень быстрый бой давайте сходим в первое ответвление собственно еще одно растение какой-то папоротник корень папоротника давайте посмотрим что они дают эти корни и корни съедобное растение можно сказать максимальный узы при использовании 20 процентов от узы зелья восстанавливает полторы тысячи у наших персонажей меньше полторы тысячи у них тысячи и собственно мироцвет цветы благоухают при использовании 3 30 процентов шанс разрушить все проклятия команды то есть он если на нас наложены проклятия мы можем с помощью мироцвета их снять но у нас бафы как я понял не переходит между боями поэтому для нас принципе это не актуально а судя по всему это круговая комната давайте посмотрим да и там судя по всему есть переход я его пропустил идем сюда мы видим то что тут сундук но они надо открыть скорее всего насекомые давайте их забьем собственно это кто у нас ходил получается кто-то массу очень сильно бьет давайте посмотрим кто из них бьет массой очень сильно вот написано все враги она собственно ядовитый плющ бьет массой и это у нас миньон мутант то есть его нужно в первую очередь шлепать а второй жук он бьет только передние цели для нас это принципе не страшно поэтому в идеале убить именно вот этого мы убили жука эдман ходит и мы добиваем собственно это насекомое мы получили книгу опыта книга опыта дает нам возможность прокачать персонажей также мы получили меч железный сильный удар с плеча я стандартный набор усиливает в общем рыцаря как вы видите у него меч соответственно мы можем отдать ей если еще найдем обычный набор что-то из обычного набора то мы сможем усилить ее дпс на самом деле танком дпс усиливать нет смысла потому что но это по сути бесполезно а вот ддшникам дпс усиливать стоит мы следовали этаж на 88 процентов то есть по сути этаж очень очень быстрый давайте двигаемся дальше переходим собственно нашли дерево будь на клюк что-то не так все животные сбежали рэми божий гигантский тень идет прямо на нас чудовище питается человеком вах дерево говорит на рэми бежим отсюда иначе нас ест монстр эдман дети это просто дух дерева нам не о чем беспокоиться посмотри сюда твои спутники в ловушке недалеко впереди гигантский дуг дерева двигает свое тяжелое тело он лихорадочно размахивает своими ветвями и кажется довольно грозным несколько человек запутались корняк дерев это пропавшие солдаты королевская гвардия мисс софья пожалуйста пожалуйста помогите нам мы едва можем дышать давайте посмотрим что это за дерево что она из себя представляет в целом это элита элита колосс второй уровень у него каких-то дебафов на ник него нету сильное дерево судя по всему случайная цель союзника то есть он по случайному бьет обычным физ уроном цель с наименьшему за бьет и регенерируется тут по всем бьет массой если цель находится в состоянии оглушения она получает дополнительный урон и наносит чистый урон и и оглушает цель с шансом пассивка у нее дух дерева поглощает энергию от земли из своего корня восстанавливать аузе на каждый ход с вами свечем к эффектам контроля то есть так называемый танк который достаточно силен иммунитет к эффектам контроля то есть его нельзя за контролить имеет 1000 хп как и наши ребята достаточно жирный танк мы кинули на него отметку как вы видите собственно знак течение время 4 течение срока увеличивает урон наносимый персонажем стрелок собственно даем себе иммунитет чтобы дерево нас не убило и даем себе щит потому что если он будет бить с плашом чтобы мы могли защититься давайте посмотрим сколько у нас щит время 2 щит поглощает весь урон когда эффект завершится поглощение достигнет нуля количество щита не ясно сколько она дает на танке очень много счетов висит и тут не совсем ясно что они себя представляют стреляем собственно метким выстрелом это максимальный урон собственно нашего стрелка бьем обычная атака и вот что больше пока делать нечего тут в теории можно было бы защитить этого но это надо защищать нет смысла у софия едва без с кулдауну точнее с один с кулдауном он кидает щит и давать дает два заряда а второй просто наносит духовный урон и применяет на себя стек по идее эффективнее конечно за счет стеков накидывать щит на переднюю его но на эдмон накидочить сомнительно у него там 7000 он сильнее всех вместе взятых он сильнее даже этого дерева один на один поэтому эдмон по идее это дерево соло убьет если ему нужно будет ну за счет стаков конечно лучше бафнуть он ударил массой о чем собственно была речь но и он дал контроль на танка как вы видите вот собственно оглушение время действия три хода не вот не может выполнять некие действия стреляем 58 урона тут нужно просто бить максимально его пока идет отметка просто бьем очень большую урон у дерева его кстати она очень большой урон наносит софи даем гард с собственно у нас щиты давайте щиты дадим стреляем 160 урона бьем с руки на урону маленький по этому причину он пытается хилиться но паладина щит висит мы должны убить колосса мы должны убить колосса 49 урона мы добили колосса с горем пополам софи тоже апнула уровень я стрин ван дерна рэми вот дерево говорит видишь ядро на груди это необычным дерево если я прав ван дерна расслабьтесь возможно мы сможем помочь дух дерево понимать человеческий язык постепенно успокаивается выбирает солдат от корня приключение завершено успешно и мы поймали туберкулез как бы это смешно не звучало шарлотта его поймала наш танк а собственно больше ничего на алкадс нету мы исследовали 100% можем выходить вы хотите покинуть подземелье когда мы хотим покинуть подземелье шарлота получила туберкулез мы также получили меч широкий железный собственно меч обычную броню книгу опыта героя также немножко золото опыт лорда прокачался и собственно туберкулез идем в город тренировочный полигон заходим но это по сути название странное но тренировочный полигон это больница она лечит туберкулез каждый раз когда вы находите в новую область подземелья у нас есть шанс снять на самом деле туберкулез лечится и он разбивает ее усталость в минимум черта туберкулез удалена удалили черту туберкулез давайте посмотрим можем ли мы что-то одеть на персонажей у нас собственно снаряжение экипировать надеть собственно у него уже два предмета но они не стакаются просто они чуть больше урона он скорее всего наносит тут атака 33 а тут атака 12 тут еще 10 процентов ну 12 это слишком мало поэтому пока так это собственно нам говорят что уровень лорда опнулся до 5 туберкулез мы не почитали что очень плохо давайте по-быстрому пробежим третий уровень сложность средняя мы должны получить доспех и собственно серые побежали как говорится забираем Эдмана даже колосса пробудился что секрет что может хранить здесь что именно ты знаешь я пока не уверен на то что кто-то собирается что-то сделать с этим местом разбудил хранителя этого места это нужно смотреть хочешь со мной вы можете вы хотите помочь духу дерева мы бы с радостью если у вас есть другие намерения я немедленно вас арестую какая неприятность говорит Эдмонд Эдмонд присоединяется к команде мы можем его выбирать нет мы не можем выбирать Эдмана давайте посмотрим можем ли мы кому-то что-то передать нет не можем собственно семь процентов с духом деревом тоже дерево нам что-то говорит дух направлять свои ветви в самую большущую часть леса это должно привести нас туда где все случилось мы так не так уж и далеко вперед 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 как это работает давайте сразу собственно наш выход давайте в другую сторону пойдем собственно капкан тяжелая рана мы его не увидели напали опять же на этих монстров в котором мы уже встречались и не раз даем бабл танку чтобы он защищался и бьем просто этого жука очень странно почему она прострелить не может не совсем понятно но все таки добираем собственно эту жужу добрали жужу нам дали еще опыт и зелье скорости зелье скорости для нас она бесполезно в начале боя повышает скорость на 30 процентов всей команде в подземелье нельзя вынести но это перед наверно финальным боем тяжелая рана проклятье герои зацепились за острые зеленые скорость на 30 процентов при вступлении в бой которое длится до конца боя далее еще и мироцвет проклятье исчерпалось само себя в общем большую недостаточно что удивительно прямо теперь и бежим нашли енота давайте с енотом в последнюю очередь поговорим перебежим на видим сундук давайте его откроем шляпу получили немножко золото посмотрим что шляпа шляпа третий уровень она универсальная в принципе на риме она должна подойти давайте ее оденем риме у нее теперь два четыре из шести то есть у него урон гораздо больше стал тут бой давайте их пробьем жалко этот не добивает но наш стрелок добил удар 100 и собственно добиваем бой закончился получили склянку это зелье доспехов посмотрим что это за зелье оно в начале боя битвы повышает броню команды всей команды в подземелье в начале битвы повышает скорость всей команде в подземелье ну давайте кастанем не знаю нашему стрелку скорость посмотрим как как это работает благословление скорости пускай висит посмотрим что это такое при вступлении в бой союзника увеличивает скорость всех союзников на 30 процентов ну Режем, кидаем защиту, пробиваем насквозь. Бьем с руки и добиваем. Собственно добили босса, не особо тяжелый босс был, она апнулась. Собрали какие-то тяжелые перчатки и немножко золота. Посмотрим, что за перчатки, третий уровень перчатки отдаем ей. Тут закончилось. Еще один бой давайте пробьем. На подходящей цели не обнаружено, но на самом деле она, видимо, как-то по-другому бьет. Стрелок стреляет, но потом позже. Удар 120, собственно, он ее забрал. Открываем сундук. Сундук. Жесткий жилет и немножко золота. Посмотрим, что за жилет. Хребет увеличивает крит урона позади вас на 50, каждые пять ходов в течение двух. Описание, честно говоря, очень странное, но по идее это нужно отдавать передникам для того, чтобы они бафли. в общем, чтобы они баф держали. Полезный жилет. Давайте посмотрим весь этаж в целом, где мы находимся, куда нам надо идти. Мы, получается, не исследовали еще одну. Давайте ее исследуем. Тут бой, давайте пробьем его. Как вы видите, мы проигрываем по инициативе им сразу же. У нас, кстати, крит урон. Давайте посмотрим, насколько. Ну, это, опять же, дикий урон. Это ее... Ее пассивный эффект, который здесь присутствует. Вот. Мы им по скорости проигрываем очень сильно, поэтому мы минусуем сразу одного. и, собственно, забираем второго. Наш стрелок забрал его. Нам еще одну склянку опыта дали. Мы получили обычный магический камень. Давайте посмотрим, что это. Обычный магический камень. Его можно вынести. Это один из предметов. Давайте посмотрим, кому он может подойти. Это аксессуар. Подходит всем. Стандартный набор, не чистый. Собственно, отдаем тогда Реме. Посмотрим, сколько у нее. У нее пять, судя по всему. Ее нужен еще один предмет. Это ботинки. И тогда у нее будет фулл набор. Мы постоянно по инициативе этим жукам проигрываем. Непонятно, что сделать, чтобы их обогнать по инициативе. Но, видимо, так. Давайте поговорим с этим насекомым. Отследуемое управление духов дерева. Группа подходит к тайное место леса. Там множество цветов. Выше человеческих. Кровавые красные лепестки. Кажутся большими ртами. Вот у меня есть специальная добыча внезапно. И слышите крик. Эй, волосатые монстры. Не уходите. Можете вытащить меня отсюда. Я не хочу оставаться в желудке этого липкого. Он ничего пожирать. Превращается в кучу удобрений. Пожалуйста, сделайте мне одолжение. Говорящий кролик. Какой волшебный лес. Я не кролик, я енот. Вытащите меня. Может, я смогу вам помочь. Помогите мне избавиться от этих проклятых пожирателей. На нас напали 4 личинки. Серьезные, кстати, личинки достаточно. И они почему-то ходят первые. Давайте посмотрим, почему они ходят первые. Если у них статы. У них скорость 129. У нашего скорость самого быстрого 117. Ну да, мы их просто по скорости не можем сделать. стреляем по первому. Даем бабл. И убиваем, наверное, первого. Мы не смогли его убить. Убили первого. Простеливаем. А, мы почему-то не можем простреливать. Крит прошел. Она взяла еще и уклонилась. Офигеть. Даем масс щит. Эдмонд забрал Защита помогла Мы поглотили урон Пытаемся прострелить Но мы не можем прострелить Почему-то Пробиваем И еще раз пробиваем Собственно мы убили этого Этих насекомых Наши апнулись Спасибо Я вам могу помочь Милый кролик Я могу забрать его домой И вырастить как домашнее животное Черт, я же говорю, что я не кролик, я енот Вы видели здесь что-нибудь необычное Я не знаю, о чем вы говорите Вы должны увидеть большого парня Который является боссом этих пожирателей Это нечто, идите за мной Мы нашли кожаные сапоги воина И прошли этот, собственно, данж Можно ли это вынести Давайте посмотрим Сможем ли мы вынести Кожаные ботинки Они идут либо на воина, либо на мага Либо на бойца Они против зверей Ну, понятное дело, у нас Единственный человек Поэтому отдаем ему Он является воином Посмотрим, можно ли вынести зелье Зелье вынести нельзя Давайте посмотрим, можем ли мы взять второй баф Отменно Давайте попробуем взять второй баф Нет Судя по всему, давайте проверим это Да, мы можем взять два бафа в бою То есть мы можем взять и бафы, и скорость То есть все понятно Выходим из подземелья Получили шестой уровень персонажа Никаких черт не получили Нажмите сюда Нажимаем Нажимаем на усталость Он говорит Бодрый, энергичный, усталый, истощенный Нам нужно прийти в таверну Либо за три вино, либо за золото В таверне можно Восстановить форму Но есть шанс получить волшебную черту Либо в ресторане можно покушать Давайте восстановим ему бодрость Все вроде бодрые Радостные Два свеженьких предмета Но мы их смотрели, уже для нас они не актуальны Собственно, донат, донат, реклама, реклама Есть тут еще ежедневный вход Давайте его заберем С 5000 золота Забрали Вкладка Что это, забрать Забрать Это донат, судя по всему Ну, как-то так Ладно, всем спасибо за просмотр С вами был Андрей Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok